Вот теперь представь себе, у меня в гостях. А вот же, куда мне надо подвинуться, чтобы не видно было. Здравствуйте, приветствую. Привет вам, Людмила, у меня волшебные очки, я смотрю на вас внимательно. Приветствую, Людмила. А Лен тоже художник и психолог. Ну да, а я начинающий художник, но не знаю об этом еще. Сегодня это будет первый раз держать кисточку. С детского сада впервые. С детского сада, да. И сразу начнет делать шедевр. Я сегодня покажу. Ну убеждайте меня, убеждайте. Нет, а я просто чувствую, не знаю, а чувствую, что вы вообще будете шикарный психолог. Да прям психолог, говорю, уже все запутался. Художник, да. Конечно, у вас получится. И будете такие воздушные вещи творить, да? А вы посмотрите. А когда первое получится, а вы вспомните, что я вам так сказал. А куда у тебя такое чувство? Ты фильмы смотрел, да, Людмила? Нет, я имею качество видеть вот сейчас. А фильмы я смотрел и был влюблен, и уже давно, и вообще, да. Просто супер. А ты любишь? Какое она мне подарила? Лестницу в небо. Ну вот, лестница в небо. Я же говорю, у вас сейчас там будет ничего себе. Нет, 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 это не очень. Вот ничего, все нам называется. Нет, ничего себе, в смысле, так воздушно и на уровне. Я тебе, Лен, скажу, что я придумал. Помнишь, мы в позиции на заводе «Сириус» в Армении? Пять лет там, когда мы там делали комнату психоразгрузку, совершенствовали. Это при отделе научной организации труда. И там мы создали промышленную психофизиологию, чтобы женщины, которые работают с микроскопами, монотонной, интенсивной деятельностью. Раньше они работали два года, а после нас стали работать пять лет, потому что я научил их там снимать зрительное утомление. Ты помнишь свою историю, как оттуда потом ты попал на границу в Арташат? Ну, я помню, все я помню. Поэтому я тебе хочу сказать, что я сейчас хочу сделать. Вот я смотрю интернет, и все говорят о том, что наступает какая-то вот неопределенность, что мы переходим в какое-то другое измерение, там, водолеи или еще куда-то мы переходим. И все говорят, начни с себя, а каждый друг другу говорит, начни с себя, начни с себя, что надо начать с себя. А как начать с себя? Люди же не понимают. Поэтому я думаю, что тут опыт позистры, когда мы обучали людей не уставать с микроскопами, в комнату психоразгрузки, и сейчас сделать виртуальную для каждого, чтобы каждый человек мог начать себя именно с разгрузки, освобождаться от страхов, паник, тревог, освобождать свой разум для того, чтобы быть критичным, творческим, открывать свои творческие образцы. Как ты на это смотришь? Виртуальная комната психологической разгрузки. Великолепная идея. Великолепная. Вообще она война со всех сторон. Человеку надо, естественно, начать с себя. И естественно, чтобы начать с себя и идти куда-то в правильную сторону, нужно в первую очередь сбросить все нехорошее, все отрицательное, укрепиться, повысить свою стресс-устойчивость и уже с ясной головой пульсики горжусь своими детьми. И Олен у меня молодец. И Шейла у меня. Шейла придумала тогда в свое время. Тоже она психолог. Шейла, моя дочка. И она придумала в свое время. Она хотела во всей Москве сделать психоразгрузку. Такие кабинеты психоразгрузки там на производствах, парикмахерских, в домах мод. Такую небольшую программу она придумала. Но тогда время было такое, когда было всем не до этого. А сейчас как раз я хочу ее тоже пригласить, чтобы она свои идеи рассказала. У нее уникальная методика по методу ключа усовершенствовала. Она помогает на своем канале людям быстро разгружаться. Я хочу, чтобы ты участвовала в этой психоразгрузке. Комната психологической разгрузки, виртуальная, это поддержка для всех людей. Каким образом? Объясните мне, пожалуйста. Каким образом? Я с радостью, но каким образом? При моем графике я... Вы дурили своих зрителей, да, уже сколько времени. Потому что я не могла выбрать момент, когда можно приехать и посвятить этому, ну, так сказать, а насколько я понимаю, вы сподвижники. Вы отдаете этому не только свое время, вы отдаете... Ты меня поддерживаешь. Я поддерживаю. Да, и поэтому мы сейчас... Я поддерживаю. Потому что я в то время придумал теорию лифта. Я тебе немножко рассказывал про теорию лифта, что актриса, ее любят и таксисты, и министры, актриса. Ее смотрят все. А тут я, как специалист по психофизиологии, врач там, ну, художник, писатель и так далее, они меня не слышат. Это вот когда актриса, которую все любят, понимаешь? Не знаю, не знаю. Скажи, сколько ты фильмов сделала. Вот, блин, интересно. Я не считаю, мой дорогой. Я не считаю, мой дорогой. Но, опять-таки, да, кому-то нравится мое творчество, а кто-то проходит мимо, а кто-то и говорит, да ну ее, что на это? А я обожаю. А я обожаю. А я вас благодарю за то, что вы выбрали такой цвет чудесный. Я так люблю оранжевый. А это случайно получится. Да? Учаянно, да. А я, представляете, я вот сейчас вот сижу между вами и загадываю, и загадываю желание. Впрочем, Алена сейчас вытащила сюда совершенно неподготовленного к нашему разговору. Ну, а я что? А я подготовленная, да? Я приехала рисовать. Вот так. Усадил. И давай, значит, спасать человечество опять. Да, будем спасать человечество. Давай мы сейчас, Ален, с тобой договорились. Мы сейчас начнем рисовать. Потом мы покажем то, что Людмила сделала с первого раза. Потом мы в следующий раз покажем, чем же это закончилась, картина. Потому что у меня есть изобретенный формат там. Коллективный разум. Когда мы показываем картину, и все пишут комменты, что добавить, что убавить. Серьезно? Или так оставить. Или это прекрасное. То есть это не мое произведение? Твое. Плюс советы. И может быть какое-то усовершенствование. А может быть все напишут, и ничего не трогайте. Она превосходная. Да? Да. Я таким образом обучаю людей совместно. А, такого опыта у меня точно не было. Совместно создавать шедевры. И так, да? Да, да. То есть из Силия, здравствуйте, царь. Да, многие мои, которые взяли совместно. Я, конечно, решение принимаю сам, как художник. Вот так. И ты примешь само решение, но взвесишь все советы, которые идут. Это шикарное изобретение. Вот так вот. Можно словечко замолвить? Давай. Дорогая Людмила, он меня очень долго убеждал, что когда ты берешь кисточку, он меня, ты не убери эту всю ответственность. Сейчас весь мир на тебя не смотрит. Ты вот что хочешь делай. Долго убеждал. Мне тоже было это непонятно. Потом мне это стало понятно. Потом я входил в ноль. Я там что-то рисовал. И получается, что к этому нужно отнестись. Как к игре. Без ответственности. И вот тогда оно у вас. Тогда же какой богатейший волос. Вы там присоединили все ожидания. Просто великий актер. Оно у вас будет выходить. Вот ваше естественное из вас. И тогда это будет очень-очень великолепно. Потому что это будет не чье-то мнение, как вам кажется, как надо. А именно ваше. Все. Больше не разговаривайте. Благодарю. В массовой школе. Например, мы создали школу «Человек будущего» «Homo futurus», где массовая школа «Повторение мать учения» создает шаблоны. Попадает человек в неопределенность, а шаблоны там не работают. И поэтому нужно, кроме повторения мать учения, еще один принцип добавить. Принцип подбора путем перебора, который каждый человек открывает свою индивидуальную, творческую личность. И вот там развиваются творческие способности и креативное мышление. А и человек... Сознание расширяется. Потому что человек разумный, человек творец. Итак, поговорили о психоразгрузке. Шейму тоже пригласили в следующий раз. Сейчас мы начинаем рисовать. Пока. До встречи. Рад был увидеться. Всего хорошего. Взаимно. Пока-пока.